Шерстистые мамонты Ценных костей и, конечно же, бивней Кому и на сколько цену мамонтова наследие игры Мы разобираемся в нашей программе «По сути» Палеонтологов останками мамонтов на Крайнем Севере, конечно, не удивить Сейчас древним животным активно моют кости в соседних регионах Ямала, Ненинском автономном округе, Красноярском крае, а также на территории Якутии Там ежегодно, как легально, так и нелегально черными копателями Из вечной мерзлоты извлекаются десятки тонн мамонтовых костей и бивней Причем в отличном состоянии К сожалению, подавляющая часть находок продается контрабандой за рубеж, тот же Китай Обороты бизнеса на костях составляют миллионы долларов Из года в год желающих поживиться на палеонтологических останках меньше не становится Даже несмотря на ужесточение законодательства Из мамонтовых костей, которые гораздо прочнее костей слона, изготавливают много чего От сувенирной продукции, украшений и рукояти для ножей до предметов культа Но мамонты – это не только сотни килограмм костей и бивней Это еще и ценный мех На рынке есть совсем уж экзотические предложения К примеру, шапочка из шерсти мамонта Правда, стоит она 10 тысяч долларов, цена кусается Но говорят, теплая Есть даже сертификат, что это действительно настоящая шерсть В Якутии, где сосредоточено порядка 80% всех мировых запасов мамонтовой фауны Правительство какой год подряд принимает меры, чтобы вернуть добычу мамонтовой кости в законные русла Там ежегодно выдаются десятки, если не сотни лицензий на добычу этого ресурса Собирай, но легально Большинство же предпочитает добывать в черной, применяя мощные помпы для вымывания бивней и костей из почвы Разрушая при этом берега озер и рек, иногда даже меняя их русло Необычно звучит, но мамонтовая фауна, по сути, тоже добыча полезных ископаемых Она, как и нефть, является невозобновляемым природным ресурсом Если у наших северных соседей лицензирование поставлено на поток То на территории Югры за последние 15-20 лет не выдано ни одной лицензии Хотя количество находок у нас тоже достаточно большое Отсутствие интереса у черных копателей к добыче мамонтовой кости в Югре вполне объясним Как пелось в известной песне, может скажет, то, мол, климат здесь не тот, а мне нужна твоя сырость Если для грибов и ягод она, эта сырость полезна, то для сохранности костей и бивней, наоборот, вредна Поэтому подавляющая часть находок у нас в Югре имеет ценность скорее для палеонтологов Чем для продажи и дальнейшего использования в коммерческих целях Бивень мамонта в хорошем состоянии стоит целое состояние Скажем так, за это в средней степени сохранности на черном рынке можно выручить порядка 1 миллиона рублей В среднем 35 тысяч за килограмм Но если вы найдете такой же, сообщите в госорганы Испортите его, скажем так, распилите и попытаетесь продать То вам может быть выписан штраф в 200 тысяч рублей Но, к большому сожалению палеонтологов и потенциальных черных копателей Такие бивни, имеющие действительно историческую ценность, в Югре найти крайне сложно Как признают югорские касторезы, работать с материалом, найденным на территорию округа, достаточно проблематично Кость рыхлая, часто крошится Вообще кость мамонта, и не кость мамонта, а бивень мамонта На нашей территории встречается часто вдоль рек Но он не подходит для обработки, вообще для работы мастерам Потому что кость слоится, она рыхлая И может идти до какого-то декора, какой-либо подставки, скульптуры И поэтому, в общем-то, весь материал для художественной обработки, он не пригоден Поэтому наши мастера округа работают с рогом оленя, лося В общем-то, такой материал используют К мастерам бивень мамонта приходит другими путями Они закупают, закупают на Ямаре, я знаю, закупают в Якутии Как официально, мы не знаем Но он на рынке очень дорогой материал Соответственно, и не каждый мастер может это даже купить для того, чтобы работать Но порой позволить себе все-таки могут Да и экземпляры бивней попадаются достойные настоящего, высокого искусства Наш орган, которому уже 10 лет используется в этом году Имеет очень индивидуальную особенность Его белые клавиши, которых больше, в общем-то, 100 штук Инкрустированы сверху дерева тоненькими пластиночками Которые сделаны из бивни мамонтенка Кости этого мамонтенка найдены у нас под Ханты-Мансийском И сделаны вот эти пропилы аккуратненькие, очень мастерские У нас в центре ремесел в городе Ханты-Мансийское Эти клавиши очень мягонькие, эти клавиши очень приятные на ощупь Потому что этот мамонтеночек, он имеет, наверное, какую-то такую структуру Близкую нашему, так сказать, духу северному Таких органов, покрытых такой костью, в общем-то, у нас в России больше нет Человек с пустыми ведрами – это к палеонтологическим находкам Под Ханты-Мансийском тоже есть место, которое в буквальном смысле покрыто костями доисторических животных Памятник природы регионального значения луговские мамонты – место поистине уникальное Здесь 10 тысяч лет назад проходила миграционная тропа животных Через этот ручей, высыхая, он образовывал так называемую природную ловушку – топь В которой застревали, либо тонули животные различные – мамонты, шерстистые носороги Которые, собственно, и были найдены палеонтологами в наше время На дне этого, с виду ничем не примечательного ручья, покоятся останки десятков, если не сотен доисторических животных Свою смерть от 30 до 10 тысяч лет назад здесь нашли не только гиганты тех времен, шерстистые мамонты Но и древние бизоны, олени и даже первобытные мыши Когда к осени вода полностью уходит из ручья, собирать палеонтологические находки можно практически голыми руками или ведрами Что мы и проделали совместно со специалистами Музея природы человека, а также волонтерами Которые всеми силами помогали учеными, старались сами не остаться навсегда в предательской трясине Вот таким методом, да, мы действуем? На самом деле мы стараемся брать там, где чуть побольше костей, где хрустит под лопатой Где хрустит под лопатой? Да Так, что-то у меня под лопатой ничего не хрустит пока Не стоять на одном месте долго, периодически надо крутить голеностопом, чтобы... Я теперь прекрасно понимаю, как эти бедные животные здесь погибали Сложно назвать это раскопками в таком классическом понимании, как это делают палеонтологи или археологи Но данное местонахождение тоже уникально, поскольку в таких условиях мало где в мире зарегают остатки мамонтов Да и вообще можно сказать, что нигде такого нет Так, я сейчас попробую это вынести Может быть по одному? Нет, по два Хорошо Мы идем на рекорд Так, как бы мне... Надо не оставить сапоги Как бы мне отсюда вылезти самому? Это равновесие надо Так, бедные мамонты, господи Ученые черпают мамонтов ведрами на этом месте уже 20 лет подряд Хотя местным жителям о нем было известно гораздо раньше К примеру, 53 года назад здесь побывал биолог Юрий Гордеев, сделав такую вот фотографию То, что можно принять за простой валежник на дне, на самом деле кости и зубы мамонтов Позже, когда в непосредственной близости от этого труднодоступного места была проложена междугородняя трасса Бивни здесь, конечно, поубавилось Но даже сейчас, буквально за день, ученые и волонтеры намыли неплохие трофеи Следующим этапом наших раскопок это промыв грунта В котором, возможно, мы обнаружим какие-то остатки мамонтов По сути, с помощью воды мы убираем весь лишний грунт И у нас должны остаться артефакты Это части мамонтов, либо шерстистых носорогов Либо, возможно, даже пещерных львов За все годы исследований памятник природы регионального значения луговские мамонты Дал хранилищу Музея природы человека более шести тысяч палеонтологических образцов Смыли мы доисторические углины, обнаружили Это фрагмент ребра мамонта Небольшого мамонта, видимо А вот это вот фрагмент черепа мамонта Это, наверное, тоже какой-то фрагмент мамонта Но, как говорят ученые, главной и самой ценной находкой Был бы кто-нибудь из первых браконьеров Югры Древних людей Палеолита Тысячелетиями они посещали это гиблое место Добивая бедных животных, застрявших в трясине По всему руслу реки можно обнаружить частицы каменных орудий первых поселенцев нашего округа Этот камень мог случайно попасть сейчас на место раскопок? Ну нет, конечно Случайно он не мог попасть Потому что здесь, ну, на таких камнях всегда присутствует система сколов Которые говорят о том, что его пытались Ну, специально подготовили фронт скалования Подготовили карниз, чтобы, ударив в нужную точку, скололась более-менее вытянутая форма Но он при скаловании, вероятно, сломался К сожалению, ни одного человека, который приходил пособирать кости этих мамонтов Или, может быть, даже добыть мясо этих животных, которые здесь застряли Нам пока не попался, остатки человека не встречаются Так что мы надеемся, что и мы с вами тоже не останемся здесь Вам остатков современного человека не встречалось? Современного это не так было бы интересно Хотя были все шансы оставить археологам будущего весточку из нашего времени на дне топкового ручья В виде пары-тройки незадачных волонтеров-палеонтологов Несмотря на все трудности научной деятельности Ребята подчеркнули не только грязь с сапоги, но и массу полезной информации Как минимум это познавательно Потому что наше небольшое путешествие началось с истории, с теории То есть нам рассказали об этом месте О том, как тут сынули мамонты Мы сами начали тонуть, как эти мамонты Мы почувствовали себя и в их шкуре Поэтому, не знаю, это здорово Да и полезно тоже Природа свежегостка Грязь лечебная Возможно, нам когда-нибудь даже удастся клонировать этих величественных животных Исчезновение которых некоторые ученые как раз и связывают с деятельностью человека А пока неплохо бы сохранить от уничтожения и расхищения То мамонтовое наследство игры, которое в буквальном смысле лежит у нас с вами под ногами Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok